И снова здравствуйте, это Укралая Судмила Немирия, мы продолжаем наш эфир, я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка» Гейтман. Мы очень рады, что сегодня с нами на связи журналист Игорь Виковенко. Игорь, здравствуйте, спасибо, что нашли время поговорить сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила. Игорь, ну давайте начнем, наверное, с темы, которая уже очень многократно обговорена, признаюсь честно, да. Но все-таки я думаю, что все равно в этой теме найдем какие-то изюминки. Потому что, конечно, перестановки во властных кругах России были ожидаемы после так называемых выборов Путина. Но, тем не менее, они случились, и некоторые обсуждали, что как же так, Шойгу-то вдруг и не министр обороны. И вдруг пришел какой-то там другой человек, который занимается экономикой. И в этом смысле тут интересен и вот этот прецедент. Даже я не знаю, насколько интересен сам человек, вам ведь не, я хотела бы просто вот ваше мнение узнать. Человек, который стал министром обороны России. А сам прецедент, что убрали человека, который был очень близкий к Путину. И, конечно же, тема Патрушева. Человек тоже, который был очень близкий к Путину. И он становится помощником Путину. И в этом смысле хотелось бы поговорить и о новом министре обороны, и о том, какова роль вот этих помощников, которые теперь назначены. Я так понимаю, что Демин там еще назначен помощником. Они, это более влиятельные люди или менее влиятельные люди и так далее. Как вы оцениваете все эти перестановки? Вы знаете, это, безусловно, результат того, что Путин не удовлетворен тем, как идет война. Но трудно было бы быть удовлетворенным, если сначала. Ну, трудно представить себе, что Путин начинал 24 февраля 2022 года войну, рассчитывая, что она будет идти более двух лет. И что за два с лишним года войны он может добиться вот таких результатов. Положить в землю полмиллиона человек своих солдат. Ну, там, в землю, не в землю, но, во всяком случае, потеря полмиллиона человек. И в результате заняв такой громадный стратегический объект, как Авдеевка. То есть, ну, вряд ли он рассчитывал, что вот такой будет результат. Явно это не тот результат. И поэтому то, что произошло, ну, видимо, может претендовать на что-то вроде перестройки. То есть, это вот такая вот, ну, не Горбачевская, а такая путинская перестройка. Значит, по крайней мере, видимо, так. Можно расценивать. Вот суть этой перестройки заключается, это серьезная перестройка, суть которой заключается в том, что Путин частично, не полностью, но частично отказывается от построения режима, как режима, основанного на понятиях. Как режима, который основан на, так сказать, каких-то недружеских, конечно, пытаясь найти какой-то синоним. На таких личных отношениях, вот именно таких понятийных отношениях, именно в криминальном смысле. И перейти на какую-то систему, основанную на военных законах, основанную на законах военного времени, основанную на функциональности и основанную на каких-то институциях. И речь идет о том, чтобы, по сути дела, построить какой-то режим военизированной военной машины сталинского времени. Значит, ну, Сталин же не действовал по понятиям, хотя он был уголовник, причем гораздо более, так сказать, серьезный уголовник, чем Путин. Но он же не строил свою систему, сталинская система, она не была основана на понятиях. Она включала уголовников, как социально близкий элемент, но не была частью криминального мира. Она его использовала. Поэтому и вот эта попытка построить по-другому совершенно, это другой тип фашизма. Скажем так, другой тип фашизма. Это очень серьезный замах, и об этом все говорит. То есть Шойгу это очень близкий человек, вот этот человек, с которым он там в тайгу ездил, шишки собирал, рыбу удил. Ну и вообще был такой, люди с женами отдыхают, а вот Путин с Шойгу. Ничего там ни на что не намекаю, но просто вот говорю о степени близости. Патрушев тоже это такой очень близкий человек. Вот, правда, так сказать, Патрушев, в отличие от Шойгу, возражал Путину и возражал серьезно. Помним все знаменитые заседания Совета Безопасности накануне вторжения, когда единственный человек, кто возражал Путину, это был Патрушев. Путин, кстати, не пикнул по этому поводу. Но это другая история. И, кстати, тоже имеющая отношение к нашему разговору. Так вот, он пытается перестроить эту систему. В центр вставит человека Белоусова, который никак не является частью ближнего окружения. А предыдущая система, которая основана на понятиях, она была как раз такая. Вот Андрей Андреевич Кранковский называл ее дзюдохирея. То есть, это по названию той секции дзюдо, из которой вышли многие приближенные Путина. Или там кружок кооператива Озера. То есть, власть кооператива Озера. То есть, все основанное на личных связях. А здесь нет. Здесь все уже начинает, делается попытка построить систему, основанную на законах военного времени. Насколько это получится, это очень большой вопрос. И главное, тут есть много неизвестных. Одна из неизвестных, это никто и никогда не видел в таком деле Белоусова. Потому что Белоусов известен как в основном носитель вот этой идеи. Все, когда обсуждают, что вот Белоусов придет, порядок наведет, рассуждают о нем как о неком административном таране, административном танке, который, так сказать, сгребет вот эту систему коррупции, систему, основанную на личных отношениях. Потому что он все время, он об этом говорил еще задолго до войны, он говорил, это единственный человек, так сказать, ну не в окружении Путина, а по крайней мере при власти, который говорил о том, что Россия в кольце врагов, что России нужна мобилизационная экономика, что России нужен госплан и так далее. Эти его идеи довольно известны. Но мы никогда не видели его как человека, который пытается воплотить в жизнь эти идеи. То есть как менеджера, я правильно понимаю? Как менеджера, да. Как действующего чиновника, который действительно получил возможность. А это очень серьезная вещь, потому что здесь вступает в силу одна очень важная штука, которая часто упускается. Когда рассматриваются должности, и вот перестановка, она рассматривается как смена должностей. Вот, например, был Шойгу, стал Патрушевым. Шойгу занял место Патрушева. Но ведь совершенно очевидно, что место Патрушева, Совет Безопасности, которое занимает Патрушев, это совершенно другое место, чем то же самое место, когда его занимает Шойгу. Не место красит человека, а человек-место. Ну, самый яркий пример, подтверждающий этот факт, это сколько весит кресло президента, когда на нем сидит Медведев, или сколько весит кресло президента, когда его занимает Путин или даже Ельцин. Ну, совершенно очевидно, что под Медведевым это кресло резко легчает. Это вот должности, они обладают переменной политической массой. Они зависят от того, извините, какая задница, так сказать, их попирает. Поэтому, скажем, Медведев, он остается Медведевым, даже если он сидит в кресле президента. То есть человек с примерно нулевой политической массой покоя. И точно так же Шойгу, когда занял кресло Патрушева, он все равно остался, ну, скажем так, политическим средневесом. Никак не тяжеловесом. А Патрушев 16 лет он сидел и подгребал под себя аппарат, подгребался под себя функции. И он действительно использовал кресло секретаря Совета Безопасности на все тысячи процентов. Поэтому здесь вот эта вот перестановка, она имеет именно такое значение. То, что вот когда Белоусов оказался в кресле министра обороны, многие, когда думают о том, что вот сейчас что-то начнется, не учитывают, а действительно ли Белоусов не как теоретик вот такой вот квазисталинской системы, а именно как менеджер способен эту систему воплотить в жизнь. В целом у Белоусова в роли министра обороны две функции, две довольно очевидные функции. Первая функция – это аудитор, который должен навести порядок, ну, и сделать так, чтобы вот этот вот гигантский бюджет, который оказался в его распоряжении, а это треть бюджета России, находится в распоряжении Министерства обороны гигантские совершенно деньги, свыше 100 миллиардов долларов США. Ну вот задача, первая задача Белоусова – сделать так, чтобы эти деньги оптимальным образом оказались направлены в сторону убийства украинцев. То есть это основная задача, очевидная задача, чтобы как можно больше из этих денег пошло на убийство украинцев. Это очевидная задача. И то, что Белоусов попытается это сделать, и что-то из этого ему, может быть, удастся, удастся, может быть, лучше, чем Шойгу, это плохо для украинцев. То есть вот я все-таки хочу, чтобы наш разговор, он был не абстрактный, мы же все-таки не говорим о, так сказать, каком-то событии времен фараона Татанхотепа, о сегодняшнем дне, и речь идет именно о том, что то, что важно сегодня для нас, для всех. Поэтому я исхожу из того, а хорошо ли это для украинцев. Так вот, первая функция, которую выполняет Белоусов, это плохо для украинцев. Он, скорее всего, ну, что-то в этом, в чем-то здесь преуспеет. В роли вот такого аудитора. Думаю, что что-то у него получится. Это плохо. Безусловно, плохо. Значит, много ли он, понимаете, он же еще и, опять, маленькая поправка, извините. Я вот все время, знаете, я что-то пишу одной рукой, а другой рукой зачеркиваю. Ну, так получается. Потому что мы многое не знаем. И мы не знаем, какой Белоусов аудитор. Вот, тем более для такого гигантского предприятия, как Министерство обороны, еще раз подчеркиваю, треть бюджета России в его руках сейчас. Поэтому он будет пытаться. Судя по всему, он не вор. И это существенно. Судя по всему, у него нет какой-то такой семьи. Ну, то есть, семья у него есть, но это не семья в понимании Ельцина и не семья в понимании Шойгу. Потому что Шойгу, это, конечно, ворюга несусветный. Ну, собственно говоря, масштаб его в Росту, а сейчас еще пока что только выясняются. Но я думаю, что это масштабы очень впечатляющие. Белоусов явно не вор. По крайней мере, про него это неизвестно. Ну, и в целом имидж у него, конечно, не такой павлиний, как у Шойгу. Поэтому, скорее всего, нет. Почти наверняка нет. Поэтому это очень плохо. Потому что, кстати говоря, любая борьба с коррупцией в условиях фашистского режима для оппозиции дело очень странное. Поэтому у меня большая загадка, зачем фонд борьбы с коррупцией продолжает по инерции бороться с коррупцией, тем более в армии, в условиях войны. Чтобы что? Чтобы помогать больше убивать украинцев? Оставалось больше денег, больше убивать украинцев? Странно. Вряд ли такую цель ставят люди, которые называют себя противниками путинского режима. Ну, это вряд ли тема нашего сегодняшнего разговора. Это так попутно. Вот. А теперь о главном. Значит, Итак, первая задача аудитора скорее всего Белоусовым ну, хоть как-то будет исполнена. Есть вторая задача, гораздо более масштабная. И вот насколько у Белоусова хватит сил ее выполнить, это я совершенно не знаю. Потому что задача каким-то образом перестроить в целом экономику России и поставить ее на военные рельсы, вписать экономику войны в целом. Вернее, вписать в целом экономику России в экономику войны. И вот здесь очень большой вопрос. Потому что на самом деле Белоусов это антипод той экономической модели, которую всегда провозглашали те самые главные враги России. Вернее, враги Украины это Силуанов, Набиулина и Мишустин. А именно они главные враги России. Никакие не страшные генералы, никакие не страшные, так сказать, значит, вот эти вот ужасные пыточники и так далее. А именно вот эти вот такие вроде бы как миролюбивые, не очень кровожадные менеджеры. Потому что именно они смогли добиться того, что экономика России не в клочья. Именно они смогли добиться того, что никакие санкции не смогли поколебать, значит, не смогли обрушить экономику России. Но эти люди, я имею в виду те, кто по-прежнему возглавляют экономический блок российского правительства, прежде всего это вот Силуанов, Набиуллина и, безусловно, Мишустин тоже, эти люди придерживаются совершенно другой модели экономической, чем Белоусов. Диаметрально противоположной. Они всегда выступали за то, чтобы все-таки в экономике России был достаточно большой частный сектор. Кстати говоря, именно частный сектор позволил благодаря своей гибкости позволил экономике России выдержать. Именно частный сектор позволил обойти санкции. Именно, ну и кроме всего прочего, такая достаточно разумная экономическая политика, которую ввели Силуанов и Набиулина прежде всего, которые не позволяли угробить все деньги в какие-то безумные проекты, именно они смогли сделать не допустить обрушения российской экономики. Белоусов сторонник совершенно другой модели. Он сторонник той модели, которая в свое время привела к краху Советского Союза. А именно сверхцентрализация, госплан, гонка вооружений, все деньги, все для фронта, все на победу. Но в отличие от сталинского времени, когда экономика опиралась на абсолютно административную систему, на полное забвение потребления, ну и прежде всего на террор, на расстрелы, как возможность загнать все население Советского Союза. Не все, все равно все не получилось, но в значительной степени создать ситуацию, при которой дан приказ директору завода к такому-то времени выпустить столько-то самолетов, если нет, то расстрел. Вот насколько сегодня, во-первых, когда такая же была попытка сделать экономику в Советском Союзе, тоже войти в гонку вооружений, ничего не получилось. Даже в Советском Союзе ничего не получилось. Даже Советский Союз надорвался и умер в результате такой попытки. Насколько, во-первых, Белоусову удастся сломить явное, очевидное сопротивление нынешнего команды, которая руководит экономическим блоком правительства, ведь он министр обороны, он военный министр, но он не премьер-министр. Иными словами, простите, он столкнется с вот этими людьми, такими как Набиулина, Мишустин, Севан, которые... Конечно, конечно, он с этим столкнется. И это серьезная проблема. И насколько он сможет пересилить, мы, ну я, по крайней мере, я не знаю, может быть, у меня не хватает наблюдательности, но я никогда не видел Белоусова в аппаратных войнах. Это же очень серьезная история. Это отдельная техника. Мы все знаем, так сказать, как мы все видели потенциал того же самого Шойгу. Даже Шойгу при всей его, ну в общем-то, ничтожности, прямо скажем, но он действительно, он там частично сумел там как-то переиграть Патрушева, не Патрушева, вернее, а Пригожина в этих аппаратных войнах. То есть, мы видели, как воюет вот в кабинетах на поле боя, то он не умеет воевать, он вообще не знает, что такое война, я имею в виду Шойгу, но как аппаратный боец, да, он существует. А Белоусова мы не знаем как аппаратного бойца, это вопрос. Поэтому очень много неизвестно. Но в целом сама идея понятна, это попытка создать какой-то произвести перестройку фашистского режима на ходу. То есть, создать из фашистского режима такого блатного криминального типа фашистский режим сталинского типа. Большая задача, серьезная перестройка, насколько она получится у Путина, понятия не имею. Желаю, чтобы, конечно, он на этом деле надорвался, чтобы, так сказать, победила та линия, которая приведет к тому, что путинский режим так же сгинет, как и советский. Но это большой вопрос. Игорь, вы очень хорошо сейчас сказали режим, фашистский режим сталинского типа. И еще раньше вы говорили о том, что ведь для того, чтобы создать такой режим, да, помните, как вы говорили, не выполнил задачу там, да, и расстрел. Нужно иметь такие механизмы, которые позволят вот действовать так, как действовал Сталин. И в этом смысле вопрос, насколько сейчас Путин способен к этому, насколько режим будет позволять ему это делать, и насколько вот эти люди, которые окружали Путина, такие как Шойгу, там тот же самый Патрушев, многие другие, насколько они будут готовы к тому, что они будут жить в новом каком-то фашистском режиме, где, собственно говоря, они будут уязвимы, потому что, когда арестовывают людей Шойгу, то очень большой вопрос, а что же может быть Шойгу завтра, потому что, если цель это фашистский режим, то как бы человек тут не важен, Шойгу он там, или условный Патрушев, или кто-то еще. И в этом смысле, вот как вы считаете, насколько это, вот это может быть такой триггерной какой-то точкой для каких-то процессов? Вы знаете, здесь есть еще одна неизвестная, это насколько Путин сам готов перестроиться. Вот, потому что это, это тоже, понимаете, каждый раз, когда мы пытаемся прогнозировать действия путинского режима, то мы упираемся вот в эту неизвестную, мы упираемся в неизвестную, ну, неизвестную психиатрическую характер, потому что мы не знаем степень безумия, вот это вот, насколько вот это пламя безумия между ушами Путина, оно разгорается. И именно это неизвестное, она и заставила многих ошибиться, в том числе и меня. Я, например, не ожидал, что 22 февраля, 2024 года Путин начнет войну. Я этого не ожидал, потому что с точки зрения здравого смысла, с точки зрения инстинкта самосохранения, у Путина в этой войне не было никакого смысла, ровно никакого, потому что он прекрасно себя чувствовал, он великолепно после оккупации Крыма и войны на Донбассе, ну, прямо скажем, такой, гибнут люди, все это ужасно, и все понимают степень ужасности происходящего, но, тем не менее, у Путина было все хорошо. После, до 22 февраля, 24 февраля, 22 года, Путин прекрасно себя чувствовал, никаких проблем у него не было, ну, да, какие-то санкции, ну, и наплевать, Путин ездил по всему миру, его везде принимали, везде уговаривали, везде боялись, то есть, все было очень-очень хорошо, и он мог, никакой угрозы его власти не было. Оппозиция раздавлена, весь мир, можно сказать, продолжает с ним торговать, общаться, он там гуляет, гуляет по мировому буфету, как хочет, и никто, вот я, например, точно не предполагал, что он начнет эту войну, которая совершенно очевидна, не в его интересах, но, опять-таки, не учел степень безумия, я не являюсь его личным психиатром, так же, как и вы, я так понимаю, вот, и поэтому, поэтому неожиданно. Здесь опять мы делаем поправку на то, что происходит в голове этого человека, и, в частности, насколько он сам готов перестроиться, потому что он до сих пор до сих пор всегда все-таки придерживался некоторых принципов. Своих не сдаем, друзей не сдаем. Значит, поэтому и, в общем-то, вот эта вот отставка Шойгу, она тоже была в известной степени сломом шаблона, сломом определенного стандарта, потому что Шойгу не предавал Путина, он был по-прежнему верен ему, и вот это вот явная не просто отставка, ну, не то, что отставка, это формальное перемещение на другую должность, но явная, так сказать, угроза, которая над Шойгу нависла, я не думаю, что она будет реализована, я не думаю, что в конце всей этой истории с многочисленными посадками, а сейчас уже ясно, что двумя посадками генерала Иванова и генерала Кузнецова дело явно не кончится, ну, и тем более, что Белоусов пришел уже для того, чтобы как-то порядок навести, а порядок, естественно, это посадки, в общем, много посадок, и все это посадки, они как бы Шойгу просто покрываются как трупными пятнами, покрываются вот этими черными метками с каждой посадкой, потому что все это из окружения Шойгу, все это при нем, понятно, что это одна большая коррупционная река, которая в конечном итоге частично, по крайней мере, ведет к самому Шойгу. Я, честно говоря, до сих пор, несмотря на то, что много уже свидетельствует, что в конце концов дело коснется и Шойгу, я все равно не думаю, что Шойгу последует за ними, не уверен в этом, не думаю так. Но здесь вопрос, опять-таки, насколько Путин готов сам перестроиться, насколько Путин готов окончательно отказаться от такого фашизма для друзей. То есть, такого фашизма, основанного на понятиях, на личных каких-то отношениях. Насколько он готов действительно пойти по сталинскому типу. Потому что Сталин же не был сторонником такого диктатуры друзей. Нет. он мгновенно, ну, мы все знаем всю эту историю, все, когда Сталин ближайших своих друзей отправлял, так сказать, превращал в лагерную пыль или там подвергал мучительным пыткам и в конечном итоге уничтожал именно друзей, именно ближайших друзей. Насколько Путин, но то, что Путин не Сталин, он пытается Сталина быть, но он им не является. Это совершенно очевидно. это даже вот последняя история, она доказывает, что действительно Путин ну, с одной стороны, не дотягивает до Сталина, что очень хорошо, а с другой стороны, он и вряд ли сможет им быть. Потому что даже вот эту вот перестройку, о которой мы с вами говорим, ведь она целью своей явно преследовала решить те задачи, которые возникли не вчера. И, скажем так, очень серьезное усиление Патрушева, которого не случайно называли вторым человеком в России. И это усиление, безусловно, не могло пройти без, не могло укрыться от внимательного глаза Путина. Но ведь, смотрите, два с лишним года после того, как произошло вот это вот заседание Саббеза, где Патрушев возражал Путину. Сталин бы на следующий день расстрелял. Просто на следующий день. Путин долго ждал, значит, готовился и в конечном итоге сделал это через два с лишним года. Шойгу целый год, не Шойгу, вернее, виноват, Пригожин целый год бунтовал, материл Путина, оскорблял его публично на всю страну, на весь мир. Значит, и пошел войной, бунтовал, занял город, пошел походом на Москву. И Путин долго ждал, терпел и только через несколько месяцев против после открытого бунта уничтожил Пригожина. Сталин это сделал бы сразу. Сразу, мгновенно, тут же, показательно, демонстративно. Поэтому вот у меня нет уверенности, что у Путина хватит сил перестроиться и соответствовать, именно личностно соответствовать вот той модели, которая действительно ему нужна для того, чтобы добиться не то, чтобы перелома в войне. Вряд ли это удастся даже в этом случае, потому что все-таки война, это же не только результат войны зависит не только от того, как перестраивается Путин. Там есть и другой участник Украина, поэтому вряд ли даже перестроившийся путинский режим сможет выиграть в эту войну Украины, но может конечно серьезно изменить ее ход и сделать более трагичным для Украины. Так вот, я не уверен в том, что сам Путин в состоянии стать таким, какой должен быть диктатор для вот такой модели, о которой Путин видимо хочет и мечтает делая вот эту перестройку. Так что видите, здесь несколько неизвестных, которые мешают как-то сделать более-менее нормальный анализ и прогноз. Неизвестное это, что из себя представляет Белоусов как менеджер и неизвестное сможет ли Путин соответствовать той модели, которую явно он пытается построить. Ну, тут еще один очень важный момент, Игорь, роль человека, даже если представить, что он гениальный менеджер, вот в этой путинской системе, я не знаю, мне кажется, что это в принципе невозможно, потому что чтобы один человек сдвинул что-то в какую-то сторону, я не знаю, как вам это представляется, но это только в том случае, если он получил такой какой-то своеобразный карт-бланш от Путина, в чем тоже пока есть сомнения серьезные. Ну, опять-таки, тут речь идет о том, понимаете, один человек, конечно, нет, но человек приходит, приводит, приходит со своей командой, это, кстати говоря, тоже, это такой маленький плюс для Украины, я все время пытаюсь все-таки делать не какой-то абстрактный, там, политологический или, значит, системный анализ, а пытаюсь все-таки его приблизить к цели. Так вот, маленький плюс для Украины заключается в том, что любое подобного рода серьезное кадровое назначение, оно создает некий хаос в системе. У меня нет никаких, абсолютно никаких инсайдов из Министерства обороны России, но я могу себе представить с некоторым даже, ну, не злорадством, а с таким любопытством, хотел бы посмотреть, как они там бегают сейчас все, как они там все шуршат, как вот в этом здании большом, в этом российском Пентагоне, как они там все, так сказать, суетятся, ну, это вот, ну, примерно так же, как в такое большое тараканье гнездо плеснуть кипятком. то есть они они там, ну, как, они не работают, на самом деле, они не работают, они, это хорошо, но они ждут, кого следующего посадят, они ждут, кого уволят, кого назначат, они заняты своей судьбой. Кто-то думает о том, а есть ли у него действующий загранпаспорт, а есть ли у него открытый шенген, а вспоминают, а не находится ли он под санкциями, может быть, пора бежать. И, кстати говоря, вот я с интересом жду сообщений о том, какое количество разного рода чиновников сейчас побежит. Думаю, что какое-то количество побежит. Ну, в основном те, кто мог, они уже убежали, но, тем не менее, вполне возможно. Так вот, любое подобного рода назначение это определенное повышение дисфункциональности системы и, так сказать, это хорошо. То есть, пока придет, пока назначит, пока, так сказать, проведет чистку, пока, так сказать, они привыкнут к своим полномочиям, пока, что называется, в общем-то, поймет вообще, что же ему в руки попало, потому что, ну, слушайте, человек в армии никогда в жизни не служил, никакого отношения вообще к Министерству обороны не имеет. да, безусловно, он знает, что это такое, но, тем не менее, функций всех своих, наверняка, не знает. Вот, то есть, попав в этот кабинет, он должен понять, а где, какие кнопки, что в результате этих кнопок, нажатие этих кнопок открывается, что закрывается, что где взрывается и так далее. на это уходит время. Если это опытный человек и талантливый администратор, то на это могут уйти недели, если нет, на это могут уйти месяцы. И, то есть, я так думаю, что это хорошо для Украины, так что дезорганизация Министерства обороны, это хорошо. То, что это вряд ли быстро отразится, вот эта дезорганизация вряд ли быстро отразится на поле боя, это плохо, потому что по-прежнему войсками, как Шойгу не имел никакого отношения к управлению войсками, точно так же и Белоусов не будет иметь, а руководит войсками, непосредственно планирует наступление, контрнаступление передвижения войск, человек, человек-невидимка, человек, которого никто не видел, но говорят, что он есть, а это именно генерал Герасимов. Вот. Он по-прежнему является главнокомандующим оккупационной армии. Насколько у Белоусова сложится контакт с Герасимов, это еще одна неизвестная. Ну, скорее всего, как-то сложится, но в любом случае это еще один вопрос, потому что в принципе все-таки явно Путин, ну, собственно говоря, я очень сомневаюсь, что Путин сейчас сменит Герасимова на этом посту. Я не знаю, на самом деле, меня очень поразило в свое время выступление, заявление генерала Залужного, невероятно комплементарное в отношении Герасимова, когда он говорил, что Герасимов самый умный человек, которого он знает, что он учился по книгам Герасимова, Залужный, Залужный, человек, который на самом деле обладает высочайшим авторитетом не только в Украине, но и в мире, как военачальник, так вот, он вот так относился к Герасимову. Я не знаю, может быть, это был такой своеобразный троллинг, не знаю, это, я не знаю, может быть, кто-то из, но это вам виднее, все-таки вам и другим украинским журналистам, которые лучше знают, насколько генерал Залужный способен на такой троллинг. Но в любом случае ясно, что это не самый плохой военачальник, это очевидно. И поэтому насколько будет установлен рабочий контакт между этими двумя людьми, еще одна неизвестна. Поэтому в целом я думаю, что это движение, в целом вся эта перестройка в совокупности это движение в плохом для Украины направлении, но есть возможности из этого плохого извлечь хорошее. В частности, если опять-таки многое зависит еще от одного неизвестного, это западные поставки оружия. Насколько они будут быстрыми, насколько они будут по номенклатуре убедительными, и здесь вот как раз насколько это будет вызов для России втянуться в гонку вооружений. Здесь тоже мы вступаем в некоторую полосу неопределенности. Поэтому, видите, вот, к сожалению, у нас в этом сторонном уравнении столько иксов и игреков, что трудно, но в целом, еще раз говорю, это, конечно, плохая история для Украины. Вот иногда если кажется попытаться просто проанализировать, какие есть шансы для Путина в этой войне, то две крайние точки, да, это какая-то долгая затяжная война, которая будет длиться и длиться, и второе, это поставить все на карту, сделать какой-то рывок и договориться здесь и сейчас, использовать для себя какое-то преимущество. И в этом смысле вот то, что сейчас Путин делает, как вам представляется, это ставка на долгую войну, потому что вот с одной стороны перестроить экономику и так далее, это понятно, но мы это видим, это просматривается, и сколько бы там Путин не перестраивал экономику, все равно она останется той, которая есть, именно в тех условиях, которые есть. С другой стороны, вот когда долго втягиваться, ведь если сравнивать с фашизмом, ведь у Гитлера какая была история, он был страшно популярен, он шел вперед, 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 он захватывал страны, захватывал и на этом, на каком-то не останавливаясь, он постоянно шел вперед и создавался такой имидж, и как только все это затянулось и стало долгим и не таким успешным, то история повернулась к нему совершенно другой стороной. В этом смысле у Путина нет вот этого периода, когда он там на коне, этот период прошел, я так понимаю, это время там еще какой-то Грузии, может быть, Крыма, и сейчас вот какой-то другой, наверное, период. Я не знаю, вот как вы это оцениваете, потому что вот, например, даже действия Европы, вот сегодня я готовилась к интервью с вами, обратила внимание вот на такую информацию. Россия Владимира Путина готовит физические, то есть не кибератаки, а физические атаки против Запада, предупредила глава Центра правительственной связи в Великобритании. И, ну, она там расписывает, что вот кроме кибератак, они ожидают, что могут быть какие-то диверсии в разных странах и так далее. Но если так и таким путем Путин идет, то это, скорее всего, эскалация здесь и сейчас по всем возможным пунктам, используя все возможные силы, чтобы что-то получить. Не знаю, как вы оцениваете вот эти его действия? Я думаю, что все-таки, ну, во-первых, одно другое, я не вижу здесь дилеммы, я не вижу здесь, так сказать, обязательного выбора одного из двух вариантов. Я не понимаю, почему нельзя совместить. Я думаю, что Путин будет совмещать. В целом, безусловно, Путин рассчитывает на долгую войну. Путин рассчитывает на то, что он будет постепенно, как удав, душить Украину. И на сегодняшний момент, ну, даже вот по тому, что происходит на поле боя, я еще раз подчеркиваю, что я, конечно, не военный эксперт, но мы все следим за картами вот этим военных действием, мы все следим за тем, что происходит, за известиями. Мы видим, что то, что происходит на Харьковском направлении, одно из самых опасных, которые сейчас есть на этой войне, там явно происходит не попытка атаковать Харьков и захватить его, оккупировать его, или даже окружить его, а там происходит попытка истощить Харьков, приблизиться к Харькову на расстоянии ударов ствольной артиллерии и тем самым постепенно, постепенно стирать Харьков с лица земли, превратить его в зону, плохо пригодную для жизни. То есть, это расчет на долгую войну, расчет на создание гуманитарной, социально-экономической катастрофы, потому что, ну понятно, Харьков, ну что такое Харьков для Украины, ну и вообще для человечества, это не надо объяснять, второе по величине, город, бывшая столица, так сказать, технологический центр, центр военной промышленности, ну и, кроме всего прочего, это миллион 300 жителей, которые все еще остались в Харькове и не бегут оттуда. То есть, это но попытка, если действительно Путину удастся приблизиться вплотную и начать вот такие просто обстрелы, когда уже просто, ну просто артиллерия, просто уже гаубицы будут добивать, то действительно жизнь в этом замечательном городе станет плохо приспособлена для существования людей и люди начнут уезжать и это уже катастрофа. Помимо того, что это громадная концентрация человеческого горя, это еще и невероятное испытание для украинского государства. Если даже не миллион, а пусть полмиллиона вынуждены будут уехать, это в общем это очень серьезная проблема. Но это как раз свидетельствует о том, что Путин идет этим путем, не путем захвата Харькова. Ну это же видно, что для того, чтобы захватить Харьков, нужно примерно там в 6-10 раз больше войск. Путин не концентрирует такого количества войск на Харьковском направлении. Это означает, что он как раз не сторонник решить проблему здесь и сейчас. Он сторонник медленного удушения. То есть Путин действует не в тактике тигра или какого-нибудь крупного хищника, а в тактике удава. А вот секундочку, можно я вас здесь перебью? Здесь ведь тактика тигра и удара очень хороша, если ты тигр или ты удав. Но то, что Путин точно не тигр, уже понятно. А вот что он удав, тоже большой вопрос. Поживем увидим. И в этом смысле у него нет, наверное, возможности сделать такую тактику тигра, которую бы он мечтал. Может быть, это вот и есть его тактика тигра? Я уже потерялся в этих анималистических аналогиях. На самом деле тут еще не хватает одного замечательного животного, с которым часто сравнивает себя Путин, а именно с крысы. Все-таки, если уж сравнивать, я вообще противник сравнения с животными, потому что к животным я отношусь намного лучше, чем к людям таким, как Путин. Согласна. Но в данном случае все-таки скорее крыса. Скорее крыса, которая действительно загнана в угол. но если все-таки отойти от этих аналогий, то мы столкнемся с тем, что Путин действительно будет сторонником сегодня затяжной войны, потому что она дает Путину шанс, дает ему возможность. Понимаете, мы все время, когда мы смотрим на эту войну украинскими глазами и пытаемся понять, каковы здесь шансы для Украины. А давайте попробуем сделать очень неприятный эксперимент над собой, перевернуть доску и посмотреть на всю ситуацию глазами Путина и его холуев. И в общем она не выглядит столь ужасно. Понимаете? Тут вот, Людмила, я здесь хочу сказать одну очень неприятную вещь для нас с вами, для обоих. Мы мы же с вами не из космоса все это наблюдаем. Мы участники информационной войны. Ну, ведь, что там говорить? Мы участники информационного сопротивления, информационной войны. И поэтому мы всю информацию препарируем и стараемся, ну, да, у нас есть такая внутренняя задача серьезная. Каждый по-разному справляется с этой задачей. быть участниками информационного сопротивления, но в то же время не превратиться в пропагандистов, которые врут. Ну, просто, вот просто врут. Не превратиться в таких украинских Коношенковых, которые, или там украинских Соловьевых, которые, так сказать, стремясь, значит, обеспечить победу в информационной войне, просто обманывают свою аудиторию. Ну, вроде бы нам обоим с вами это не грозит, но, тем не менее, вот эта опасность где-то она все время существует. Ну, это очевидно совершенно. Мы видим, что происходит с теми людьми, которые эта, так сказать, грань переходит. Так вот, я это к чему? К тому, что все-таки, понимаете, ситуация у Путина, у его окружения, у России в целом, она совершенно не такая ужасная, как иногда рисуется. Потому, что мы все время на протяжении этих двух с лишним лет войны все время говорили, что вот сейчас Путин там что-то... Особенно такие термины, которые очень часто звучат с нашей стороны, и от меня тоже, что Путин там что-то испугался, что Путин боится, что Путин сейчас там в панике и так далее. Да ничего он не боится, ничего он не испугался, ни в какой панике он не находится. Война, да, безусловно, война пошла не так, как хочется. Но, ну, смотрите, какая ситуация. Значит, все-таки за время войны он оккупировал свыше 20% украинской территории. война по-прежнему идет на территории России. Да, она периодически перемещается, вернее, на территорию Украины. Да, она периодически перемещается на территорию России, но все-таки она по-прежнему идет на территорию Украины. Да, в контур-батарейной войне того превосходства в снарядах, которое было еще недавно, уже нет, но все-таки один к пяти. Один к пяти. К пяти. Российские войска медленно но наступают да это не наступление это скажем там можно назвать это ползучим наступлением можно назвать наступательными действиями от этого от слов ничего не меняется идет идет наступление значит попытки все создать с помощью санкциями экономическую блокаду разбиваются глобус глобус гораздо больше чем чем западный мир и поэтому обойти санкции оказывается очень легко просто очень легко отвратительно легко путин с легкостью это делает когда идут корабли под не российскими флагами тех государств которые потому что на планете почему я говорю о глобусе потому что на планете государств в несколько раз больше чем запад то есть мир гораздо больше чем запад и поэтому обойти санкции очень легко си цзиньпин приезжал и прямо скажем победоносное шествие си цзиньпина по европе просто убедительно доказала что так сказать китай был на стороне путина есть на стороне путина и будет на стороне путина китай будет союзником путина до конца этой войны ты ничего с этим сделать невозможно ничего с этим не сделают более того китай переигрывает европу совершенно очевидно перейдывать европы игре переигрывает америку китай приехал в европу для того чтобы создать свою собственную ось и он ее создал это такая вот китайская ось в европе состоящие из франции венгрии и сербии он ее создал на конечно он не сможет расколоть европу потому что это невозможно но по крайней мере внести туда свою так сказать свою таскать китайскую какую-то нотку но он смог и эта нотка пропутинская я не утверждаю что франция стала пропутинской страны во всяком случае создать вот здесь какую-то помеху для вот мощного антипутинского для мощной антипутинской коалиции си цзиньпин смог и по-прежнему он будет помогать россии по-прежнему и комплектующие для меня для российского военного производства будет создаваться и на через на к ндр будет помогать россии снарядами и другим вооружением по-прежнему это все продолжается только что прошли выборы в иране которые подтвердили теократический характер этого государства никуда он не делся иран никуда не делась его военная промышленность никуда не делась его помощь россии союзническое отношение с россией это все показывает что в общем-то путин очень далек от поражения поэтому вот и если если мы все-таки попытаемся быть журналистами и пытаясь они только никто не снимается на задачи информационного сопротивления разоблачения пусского вранья и так далее это важная задача мы ее будем выполнять но журналистская составляющая в нашей работе требует объективного анализа и требует быть честным с нашей к нашей с вами аудитории и и это честно заставляет сказать мы не знаем чем закончится война мы не знаем мы знаем что война не закончится поражением украины мы знаем что война не закончится так сказать вот как каким-то но по крайней мере вот вот здесь я уже вступаю в сферу неопределенности мы уверен ну я например уверен я говорю мы имею ввиду конечно прежде всего только себя но я уверен почти на сто процентов что война не закончится переговорами например в 2024 2025 году но я не знаю я не поручусь за дальнейшее потому что если путина удастся затянуть эту войну то произойдет произойдут очень могут произойти серьезные изменения и сейчас да сейчас украинское военное политическое руководство весь народ украинский исключает полностью какие-то переговоры с агрессор это невозможно а что будет в 2026 году если война закон не закончится к тому времени она может не закончится то есть вот этот свет в конце туннеля который мы пытаемся разглядеть он пока не говорит о том что вот 2000 что 2026 год а что тогда произойдет а это будет после выборов соединенных штатах америки а кто в них победит еще одна неизвестна еще одна неизвестна и ну пока по крайней мере чуть чуть больше к огромному сожалению к огромному моему личному ужасу у трампа и что будет если победит трав как вот ситуация с помощью украины опять таки поэтому вот на сегодняшний момент это все говорит о том что сегодня очень много зависит от того насколько будет вот прямо сейчас помощь оказывается военная помощь украине потому что все конечном итоге решается на поле боя и вот сейчас пока несмотря на то что вроде бы как это решение прошло полгода более полугода тянули американцы с помощью кстати говоря никто не подсчитал какое количество человеческих жертв на совести на совести трампа а совести майка джонсона сейчас он уже герой молодец перешел на сторону добра но сколько вот этот его переход обошелся человеческих жизни украине еще один вопрос такой может быть не самый главный сейчас не время так это оценивать вину вину тех американских политиков которые тянули с этой помощью но тем не менее вот поэтому сейчас все безусловно будет решаться на поле боя и вот на сегодняшний момент мы видим что помощь начала двигаться на на двигается очень медленно я думаю что в этом году должно произойти еще одно событие который с моей точки зрения может изменить ход этой войны а именно снятие того безумного отвратительного и преступного запрета который запад накладывает на украину на запрет бить по территории россии война не ведется таким образом когда война идет только на территории одной страны а другой стране связывают руки запрещают наносить удары по военным объектам на территории врага я думаю что на сегодняшний момент запад уже ближе к тому чтобы отменить вот это вот абсолютно преступное безумное и отвратительное табу который он накладывает на украину если запад перестанет виснет виснет на руках украины оказывать ей хотя бы ту помощь которая уже принято решение то ситуацию можно можно реально изменить игорь спасибо вам огромное спасибо что были сегодня с нами очень признательно спасибо большое спасибо удачи вам вашему каналу берегите пожалуйста себя спасибо огромное игорь ковенкова сегодня нашим гостям за что мы им очень признательны конечно благодарны вам наши спонсоры на платформе патреон оставайтесь с нами